Санкт-Петербург Дрисвянников это Один из тренеров ярославской команды Ну смотрим за подачей И подбор опять за ленинградцем Будет удар Нет, получился такой прострел В результате мяч Уже в штрафной соперника оказался Еще один удар ленинградца И вот это по-настоящему По-настоящему было опасно Михаил Гащенко здесь отработал Последний момент прервал этот удар Сергея Костина, капитана ленинградца Но вот такой я бы сказал И числом и качеством Исполненный Наверное вариант от Ходяев поля Ну да, на самом деле надо отметить Что ленинградец острее То есть может быть шинник и с мячом побольше И так подходы Какие-то наверное к штрафной Почаще случаются, но ленинградец гораздо острее Сейчас не розыгрыш, не подача А розыгрыш у ленинградца Этого углового Еще неплохо И опять же к вопросу о том, что ты говорил К вопросу о нестандартных решениях Да, сейчас не самое очевидное Принял и выбрал вариант Горулев Но вот сейчас ленинградец в атаке Может быть опасный момент мы увидим в исполнении этой команды Много передач Пуш штрафной Будет ли удар Да, удар последовал И это неплохо Вот, кстати, дальних ударов не хватает В сегодняшней встрече Один из них в исполнении Максима Бачинского Мы только что увидели Да, здорово приложился Ну и, кстати, отмечаю Руслана Казакова Вот действительно он свой шанс использует Очень хорошо играет сегодня Через него игра идет Сейчас именно он Так продлевал вот эту вот атаку И отдавал передачу на Бачинского Еще одна подача Мяч штрафной соперника На подборе Удар опасный И мяч не влетает в ворота Не влетает Болельщики вспрыгнули многие Которые как раз вот примерно Надо мной сидят Потому что отсюда показалось сначала Что действительно попал Но нет Розманов, да, в сетку с внешней стороны Попал мяч после удара Никиты Такая страничка в футбольной истории Ярославской команды тоже была И помнишь кричалку Через год, через два Да, ох Вот сейчас не через год, через два Сейчас смогли сразу Через несколько секунд Маловато издали бьют и те и другие Вот для Шинника Это первый Такой опасный удар Из-за пределов штрафной И после этого Хамуха Подал в отставку Но недолго оставался без работы Да, ну и в принципе так Ух момент Сейчас, да Ну до удара опять не дошло Будет что-то придумывать сами себе И этот гол И этот гол, конечно, несчастный случай Гол имени ленинградца Я бы так сказал Да, это называется вот сами себе во всех смыслах. Привоз. Ну, по-другому это не назовешь никак. Да, ну абсолютно курьезнешний мяч. Илья Рубцов, между прочим, третий матч подряд забивает. И можно понять эмоции Карапашева, который орет, по-другому не скажешь, на своих защитников. Да, Илья Рубцов, ну, это футболисты часто называют бесплатный гол. Вот 1-1 обыгрыш, это может быть опасно. Прострел к 11-метровой удар! Да как? Вот это очень хороший момент. Первый во втором тайме для Ленинградса. Ну, и сейчас был подкат, я так понимаю, прямо под бьющего. Кого-то там все обнимают. 89-я минута, врачи Шигика готовы появиться на поле. И нужна их помощь. Сейчас вот они выскакивают, потому что не может подняться игрок ярославской команды. Это последнее действие. Я думаю, что давайте встрече точно совершим. Получилась такая хорошая амплитудная подача. Там бы выиграть борьбу. Все. Свисток. Финальный свисток прозвучал. Да. На этом все. Не сумел ленинградец одержать победу. Не сумел ничью добыть для себя. И проигрывает второй матч подряд. После поражения от Дюмени Крупного. Я Павел Богданов. На этом с вами прощаюсь. До новых встреч на футболе, на матчах Мелбет Первой Лиги. Счастливо.